Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Царства. И сегодня мы будем читать вторую главу этой книги. И мы читаем. «После сего Давид попросил Господа, говоря, идти ли мне в какой-либо из городов Иудинах. И сказал ему Господь, иди. И сказал Давид, куда идти? И сказал он, в Хеврон». То есть после того, как Давид оплакал царя Саула и его сына Инофана, он начинает вопрошать Господа. На этот случай были священные камни у Рим и Тумим. Есть предание, что вот этот отрок, он принес недостающий камень, потому что один камень мы обнаруживаем у Саула, полойки, вещей, другой был у Давида. Тут как бы эти два камня у Рим и Тумим, они объединились. И он вопрошает с помощью Ифода этих камней, идти ли ему в землю Израилеву или нет. И Господь говорит, иди именно в Хеврон. А почему Хеврон? Хеврон – это очень знаковое место, оно неоднократно описывается в библейских книгах. Там были патриархи, там были судьи, там были праведные. И это был некий такой исторический центр. И далее мы читаем. И пошел туда Давид и обе жены его, Ахино Ама, израилетянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелетянка. И людей, бывших с ним, привел Давид, каждого семейством его, и поселились в городе Хевроне, и пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство над домом Иудина. Вот здесь мы видим очередное помазание Давида. Самое главное помазание – это, конечно, то, которое над ним совершил пророк Самуил. Это было еще во дни еврейского царя Саула. Потом помазание как бы повторялось пред лицом народа. Когда Саул укрепился, у него тоже было как бы два помазания. И вот у Давида, получается, тоже как бы два помазания. И донесли Давиду, то есть когда он уже стал помазанным над домом Иудиным, а почему дом Иудина, вот помазал ему, там же было 12 колен. Потому что Давид был из этого дома, и близкие к нему как бы исправили некую историческую неточность. Первый еврейский царь Саул, он не был из дома Иудина, а дом Иудин – это царственный дом, об этом было известно еще с времен патриарха Иуды. А Саул был из дома Вениамина. И, конечно, когда Саула не стало, то те, которые выходцы из дома Иудина, они сразу поспешили вот эту историческую несправедливость изменить. И они помазали Давида, цари над собой. «И донесли Давиду, то есть Давиду, который уже был царем, хотя бы над одним коленом, над домом Иудином, что жители Иависа Галаадского погребли Саула». Действительно, тот подвиг, который совершили эти люди, он заслуживает внимания. Давайте посмотрим, что об этом говорится у отцов. Но прежде всего прочитаем пятый стих. «И отправил Давид послов к жителям Иависа Галаадского и сказал им, «Благословены вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу, помазанику Господню, и погребли его и Иенофана, сына его». Давид уже не действует как частное лицо. Он посылает послов полномочных представителей царя в данном случае. Блаженный Августин пишет, «Те жители Иависа Галаадского были хвалимы и названы благословенными у Господа царем Давидом за то, что оказали милость господину своему Саулу и погребли его кости и Иенофана из сострадания к несчастным. Нет преграды верным в том, чтобы лишиться погребения тела». То есть каждый имеет право на достойное погребение. «И также нет преимущества в том, если погребения удостоились безбожные». То есть любое мертвое тело, даже нечестивого человека, мы должны с некой скорбью предавать земле. Августин продолжает. «Но тогда отчего же сказано о погребении царя Саула и сына его, как о милости, благословенной святым царем Давидом, как не потому, что утешаются сердца милостивых и сострадающих знанием о добром устроении тел тех из мертвых, о которых скорбят. Или, может быть, от той любви, препятствующей человеку презирать собственную плоть, люди желают, чтобы обошлись с их собственным телом, когда оно уже не будет чувствовать, так же, как они при жизни сами заботятся о телах других». Итак, было проявлено почтение к мертвому телу, и Давид благословляет этих людей, что они с почтением похоронили Саула и его сына и Нафана. И Давид продолжает своё благословение, и ныне да воздаст вам Господь милостью и истинною, и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом и юдин царю над собою. Но не так всё было легко во время начала царствования царя Давида. И мы читаем, «Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Иевасфея, сына Саулова, и привёл его в Маханаем, и воцарил его над Галаадом, и Ашуром, и Израилем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем». Получается, что Давид стал царём только над одним коленом, коленом Иудином, а Авенир, военачальник Саула, сын Ниров, он воцарил Иевасфея, сына Саулова. И мы читаем, 40 лет было Иевасфею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем и царствовал два года. Только дом Иудин остался с Давидом. Есть предание о том, что только два дома сначала поддерживали Давида, это дом Иудин и дом Левин. Дом Левин, это священнический дом, потому что первосвященник того времени он был в войсках Давида и всецело поддерживал только его. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне, над домом Иудина, было семь лет и шесть месяцев. Хеврон — это место, где недалеко пещера Махпела, в которой были похоронены патриархи Авраам, Сара и другие. Это знаковое место Маврийского дуба, и мы видим, что семь лет и шесть месяцев там Давид управлял своим коленом, и мы представляем Давида под Маврийским дубом, Давида, который был также и потомком Авраама. «И вышел Авенир, сын Ниров, из слуги Ивасфея, сына Саулова, из Маханаима». Маханаим — это слово еврейское означает «два стана», то есть два отряда, потому что, когда патриарх Яков входил в землю обитованную, в этом месте он увидел два ополчения ангелов, которые перемещались по небесам, и он дал это название Маханаим, то есть два полка, как и слово Махпела, пещера, где были похоронены патриархи, она означала, вот это наименование означало «сдвоенная пещера», это близкие слова, Маханаим и Махпела. «И вышел Авенир, сын Ниров и слуги Ивасфея, сына Саулова из Маханаима в Гаваон. Вошел и Иаав, сын Саруи, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда, и засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда, и сказал Авенир и Аву, пусть встанут юноши и поиграют пред нами». Что значит юноши встанут и поиграют? Здесь еврейское слово мацехек, которое означает некую игру, и в библейском контексте слово мацехек это игра перед идолами в книге Бытия, также это заигрывание женщиной, тоже в книге Бытия, а в данном случае они должны поиграть своими ножичками, мечами. И сказал Иав, пусть встанут, то есть пусть поиграют мацехек, и встали и пошли числом двенадцать венемитян со стороны Иавасфея, сына Саулова и двенадцати слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было название, и было названо это место Хэлкав Хацурим, что в Гаваоне. Вот так они поиграли своим оружием друг с другом. Это не игра. И это лопоклонство, это не игра, это не шутка, это серьезное падение, и всякие там сексуальные заигрывания, это тоже не шутка, и игра с оружием. И произошло в тот день жесточайшее сражение, и Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида, и были там три сына Саруи, Иоав, и Авеса, и Асаил, Асаил же был легок на ноги, как серна в поле, и погнался Асаил за Авениром. Асаил молодой человек, а Авенир это опытный его начальник, человек в возрасте, и погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. И оглянулся Авенир назад и сказал, ты ли это Асаил? Во-первых, это была маленькая страна, народ был не такой огромный, честно, они там все друг друга знали. Вот нечто подобное я наблюдал в Приднестровской Молдавской республике, когда возил туда гуманитарную помощь, а там происходили военные действия. И я спрашивал, был я в Кошнице, в окопе с Приднестровцами, там казаки были в основном, Черноморское казачье войско, я их спрашивал, а как бы посмотреть на ту сторону там, на этих Молдаван, там один окоп, у тех там другой окоп, а они говорят, а что на них смотреть, вот, видишь, это вот Молдаванин, и указывает мне на человека, который спит в окопе, причем в полном вооружении, что называется, с головы до ног. Я говорю, ну это, наверное, ваш Молдаванин, Приднестровский, они говорят, нет, это их. Я спрашиваю, а почему он с оружием? Так он сам к нам пришел, ему там скучно было в своем окопе сидеть, пришел к нам, тут вино пили, беседовали, сейчас он отдыхает. потом вдруг начинает раздаваться крик с той стороны, где Молдаванин. А этот казак будит этого Молдаванина и говорит, слушай, там кричат, если ты не вернешься, тебя как дезертира расстреляют. Он встает, говорит, ну ладно, я пойду. Казак кричит на ту сторону, не стреляйте, он возвращается и своим, не стреляйте. И прекратилась стрельба, и он идет, а казак ему кричит, ты дошел? Он говорит, нет еще. Ты дошел? Тот кричит, нет еще. Дошел, кричит. А там он говорит, начали дальше, начинают стрелять. Я спрашиваю, что у вас тут за война? А казак говорит, так это они за свои интересы воюют, мы за свои, а так-то мы вообще друг друга очень хорошо относимся. Мы тут все друзья. Вместе учились в одних школах, вместе работали, в армии служили вместе. Поэтому не надо удивляться, что такие отношения между Авениром и юным Асаилом. Я оглянулся Авенир назад и сказал, ты ли это Асаил? Тот сказал, я. Я. по-еврейски одни. И сказал ему Авенир, уклонись направо или налево и выбери себе одного из отроков и возьми себе его в вооружение. Авенир как бы говорит, ну что ты гоняешься за стариков, я опытный воин от юности, а ты сам юноша, я же тебя убью и все. Он его отговаривает. Но Асаил не захотел отстать от него. И повторил Авенир еще говоря Асаилу, отстань от меня, чтобы я не поверг тебя на землю. Тогда с каким лицом явлюсь я к Иаву, брату твоему? А Иав это тоже военачальник, тоже в возрасте. Это брат как раз Асаила. И где это бывает, возвратись к брату твоему, Иаву, но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотив копье, поразил его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все проходившие через то место, где пал и умер Асаил останавливались. Почему они останавливались? Потому что это было печальное зрелище. Юный воин лежит в луже крови. Ни Авенир не хотел его убивать, ни люди не желали бы ему такой участи, но гражданская война это самое страшное, что может произойти. Когда люди единокровные и единоверные начинают воевать друг с другом. Одной крови, одной веры. А у дьявола нету лучшей забавы, как сталкивать людей единокровных и единоверных. С этого дьявол и начал. Когда науськивал Каина убить Авеля. Они были единокровны, конечно же, единоверны, они поклонялись единому Богу, приносили ему жертву. И вот это главная забава дьявола сталкивать единокровных и единоверных. Поэтому мы всегда должны уклоняться от этого. И вот то, что Авенир уклоняется от этого юноши, который бежит за ним, и уклоняется даже от того, чтобы удар нанести по нему, потому что он трепещет за этого юношу. Так и мы должны трепетать за единокровных, единоверных, которых, может быть, призвали в армию, им всего-то по 18 лет. И вдруг, не дай Бог, мы с ними столкнемся на поле сражения, и это тяжелое преступление. Никогда не устоит царство, которое разделилось само в себе, как Христос говорит. Не устоит царство, разделенное само в себе. Давайте посмотрим, какое из толкования нам предлагает Григорий Великий, Папа Римский, двои слов. И вот, когда разгневанные люди нападают на других таким образом, что от них не избавиться, не следует встречать их прямым упреком, но подходить к ним щадяще и с некоторым почтением. Так пишет святитель Григорий. Мы лучше увидим это, если в центр внимания поставим содеянное Авениром. Когда Асаил настойчиво преследовал Авенира, он по свидетельству Писания сказал ему, Авенир сказал ему, «Отстань от меня, чтоб я не поверг тебя на землю», но тот не захотел отстать. Тогда только Авенир, поворотив копье, поразил его в живот, копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. В чем же образе выступает Асаил, как не тех, кого одолевает приступ военного безумия? Подобных людей, когда они испытывают порыв некоего агрессивного безумия, избегать надо. с тем большей тщательностью, чем более их охватывает безумие. Итак, Авенир, который на нашем языке истолковывается как светильник отца, так истолковывается имя Авенир в понимании святителя Григория, бежал, как если бы учитель, язык которого отсылает к небесному божественному свету, замечает, что разум человека увлекается на неровный путь безумия и воздерживается от слов разгневанному, то он становится подобен тому, кто не желает сразить преследователя, когда же разгневанные люди не сдерживают себя никакими доводами и, подобно Асаилу, не прекращают своего безумного преследования то нужно ни при каких обстоятельствах не позволять их гневу возрастать, но пытаясь сдержать их безумие, проявлять к ним все же возможное спокойствие. И пусть они внятно воспринимают то, что будто бы сбоку проникнет в их воспаленный гневом разум. Когда Венир остановился против своего преследователя, он поразил его, но не острием копья, а его тыльной частью. Повернул копье, то есть не острой частью, а тыльной. Разумеется, поразить острием означает выступить против другого с открытым упреком. Однако коснуться преследователя обратным концом копья, значит прикоснуться к обезумевшему спокойно и отчасти и одолеть его, так сказать, пощадив. Ну а Саил падает замертво на землю. Значит, сметенные умы, когда понимают, что их щадят, и с другой стороны сердца их трогает то спокойствие, с которым с ними обращаются, тут же падают с высоты, на которую сами себя вознесли. Итак, когда такие люди отступают от приступа безумия под ударом благородства, они словно умирают, будучи сраженными без всякого оружия. Вот такое интересное истолкование нам предлагает святитель Григорий Великий. двоислов Папа Римский, в православном мире он известен тем, что он составил литургию прежде от священных даров, которым мы служим во время Великого Поста. Но вернемся к нашему повествованию. Итак, тогда Венир, повратив копье, поразил его в живот, копье прошло насквозь его. То есть, хотя это было так, что это не острый конец, а тупой конец, но инерция этой беготни, этот налетел на это копье, и молодой человек погиб. И преследовали Иоав, Иовеса, Авенира. Иоав, брат этого юноши, Асаила, и преследовали Иоав, и Авеса, Авенира. Солнце уже зашло, когда они пришли к холму Ама, что против Геаха, на дороге к пустыне Гаваунской. И собрались филистимляне вокруг Авенира и составили одно ополчение и стали на вершине одного холма. И возвал Авенир к Иоаву, который гоняется за ним, хочет отомстить за младшего брата и сказал «Вечно ли будет пожирать меч?» Он как бы говорит «Ну хватит уже, мы единокровные, единоверные, но наши правители грызутся друг с другом, а мы-то при чем? Или ты не знаешь, что последствия будут горестные, и доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих, мы же братья», говорит мудрый Авенир. И сказал Иоав, «Жив Бог, если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих». И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и не преследовали более израильтян, сражение прекратилось. Авенир же люди его шли равниною всю ту ночь, и перешли Иордан, и прошли весь Бетрон, и пришли Маханай. Казалось бы, такие не имеющие значения детали. Шли равниною, перешли Иордан. Шли равниною, то есть прямым путем. То есть отношение Авенира правильное, перешли Иордан, Иордан это священная река. Когда некогда израильтяне переходили ее якобы по суху, чудо произошло, вода остановилась, когда Ковчег Завета вынесли в реку, как бы эта вода проявила благовение перед Ковчегом Завета. И возвратился Иав от преследования Авенира и собрал весь народ и недоставало из слуг Давидовых девятнадцати человек, кроме Асаила. Слуги же Давидовы поразили Вениамитян и людей Авенировых, пало их триста шестьдесят человек. И взяли Асаила, вот этого прыткого юношу, бегунка, спортсмен, понимаешь ли, и взяли Асаила и похоронили его во гробе отца его, что в Вифлееме. И Авжи с людьми своими шел всю ночь и на рассвете прибыл в Хеврон. Война это не игра, это не спорт, это не забава. И мы должны очень серьезно относиться к любым конфликтам, особенно среди своих. Потому что, как я уже сказал, у дьявола это самая великая забава сталкивать православных христиан друг с другом. Поэтому надо уклоняться от таких конфликтов. Например, кто-то делает какие-то выбросы в интернете против вас. Насколько можно уклонять не реагируйте. У человека может головой что-то не так, поэтому он так себя ведет. Кстати, если какие-то ответные шаги делать против таких людей больных, болезненность в них будет усиливаться. Поэтому Авенир это серьезный человек. Это воин одни юности и он предпочел убегать от этого малыша. Понимая, что если он с ним вступит в схватку, конечно, он убьет его. И он убил его. тупым копьем, тупой стороной копья. Потому что это воин одни юности. А это молодой человек, который погнался за славой. Если он убьет Авенира, как бы им его будет значимо. Но Авенир такой же, как и ты, израилетянин, той же веры. Другое дело, Давид убил Голиафа, чудовище. а гоняться за своими людьми это недостойно. Выучим этот урок из второй главы второй книги царства. КОНЕЦ